Ну что, начнем, значит, сейчас я выведу на экран текст, мы остановили здесь, значит, напомню еще раз вкратце, поскольку опять у нас был небольшой перерыв, в чем там дело у нас, мы на пятом листе, и Тасу Гия, то есть тот фрагментик, которым мы занимались в последний раз, он начинался с вопроса относительно того, откуда нам известно, что можно осуществить кедушин, то есть отделить женщину, осветить женщину, если слово кедушин переводить как освящение, кедуш как освящение, с помощью документов. Ну и попытка там была какая? Там была попытка вывести это, исходя из того, что, коль скоро деньгами это можно сделать, то и документом тем более. Там были разные попытки сопоставить документ и деньги, это само по себе любопытное такое сравнение, которое в итоге закончилось тем, что у нас было сказано, что деньги, они одинаковые. Там сравнивалось с одной стороны кедушин, а с другой стороны герушин. Кедушин – это освящение, а герушин – это, наоборот, развод. И вот то и другое осуществляется, например, с помощью документа, с помощью денег нет, да, то есть с помощью денег можно совершить кедушин, но герушин нет, с помощью денег не осуществляется. Здесь не берется во внимание то, что при разводе муж выплачивает жене к тубу, это не является, деньги не являются при разводе функционалом развода, да, то есть они являются следствием развода. Но с помощью денег развод не производится. И там была сказана любопытная вещь относительно того, что документы, они просто разные, да, то есть в документе я могу написать кедушин – это освящение, да, цифер критут, как он называется, да, гет, там просто другое содержание. А деньгам я не могу придать другое содержание, деньги одинаковые, да, то есть есть монетка, есть монетка, а вот в документе может быть указано его содержание. И в этом смысле документ оказывается приоритетнее, чем деньги. Это все было в ходе сравнения, да, и попытки вывести из того, что с помощью денег можно, сделать вывод, что и с помощью документа тоже можно. Ну и остановились мы на том, что, значит, есть стих, который говорит о том, что с помощью документа действительно развод производится. Там были попытки сказать, что раз можно так, то можно, если можно, или Кадеш, то можно, или Гареш, то есть если можно жениться, то можно и развестись. Но в итоге это было отвергнуто положение. И то, что можно развести с помощью документа, выводится из понятных совершенно слов, потому что написано «выхотавла» и написал ей. И отсюда делается вывод, что с помощью письма разводится, а с помощью денег не разводится. И там было сказано, это мы уже читали, да, и там было сказано, что о рабе Йоси Аглили. Рабе Йоси Аглили, который на самом деле вот этот стих и написал ей, толковал иначе. То есть ему этот стих нужен был для другого толкования. Откуда он выводит то, что, значит, развод совершается с помощью документа. И ответ такой. Амар Кра, Сефер Критут. Это вот здесь. Я чуть-чуть повторяю, поэтому. Вот. Амар Кра, видите, вот тут мы. То есть стих говорит Сефер Критут. То есть помимо того, что написано, что и напишет ей, и она пишет ей что? Она пишет ей Сефер Критут. И я повторю еще раз то, что я говорил в прошлый раз по поводу самого слова корет. Лихрот. Лихрот – это, вообще, так говоря, отрубать. И у нас есть понятие корет – отсечение души. Бовольно такое, да, жесткое. Но есть, с другой стороны, употребление этого слова. Можно лихрот брит, то есть заключить союз. Видите, что слово лихрот, оно, это разрубание, оно может означать как союз, так и, наоборот, разрыв. Так вот, в Писании, поскольку говорится, и напишет ей вот эту самую книгу, так сказать, разрыва, Сефер Критут, то отсюда мы делаем вывод. Это с точки зрения Раби и Йоси Аглили. Отсюда мы делаем вывод, что именно Сефер разрывает, а другая вещь не разрывает. То есть, например, деньги здесь не годятся, да. Ну, здесь написано «отрывает», да. То есть, любой другой способ не отрывает ее от мужа. И дальше вопрос, который мы тоже читали, да. Да, вера банан, гай Критут, май Авдила, а мудрецы, вот этот самый разрыв Сефер Критут, они учили для чего? То есть, мы видим, что есть линия мудрецов и линия Раби Йоси Аглили. И каждый элемент стиха, который здесь цитируется, отцитируется стих, где говорится о том, что муж сможет развестись с женой, написав ей вот это разводное письмо. Каждый элемент этого текста по-разному толкуется мудрецами и Раби Йоси Аглили. У него как бы особое мнение. Раби Йоси Аглили, само словосочетание «Сефер Критут» толкует так, что только с помощью «Сефер». Само слово «Сефер», оно тоже, наверное, любопытно. Я не помню, говорил это в прошлый раз или нет. Но сегодня мы это переводим как бы как книга. Но вообще говоря, само слово «Сефер», оно сложнее. Понятно, что не было никаких книг. Вообще-то говоря, «Леспор» это тоже, если не обрубать, то это, по сути дела, делать, так я бы сказал, упорядочивать. То есть делать промежутки, может быть. Ну, например, есть однокоренное слово, которое называется «Тиспорать», например, в сегодняшнем иврите. Или «Сапар». «Сапар» – это парикмахер. Почему он называется «Сапаром»? Потому что он отрезает, приводит в порядок. И поэтому «Сефер» – это на самом деле что-то, приведенное в порядок. Ну, отсюда, например, и «Сфера». «Сфера» – это счет. А счет – это что? Счет – это тоже определенный порядок. То есть вот слово «Сефер», которое переводится на русский как «книга» и слово «цифра» или число, скорее цифра, наверное, «сфера». Они однокоренные в иврите. И поэтому понятно, что когда здесь говорится «Сефер» и тут в библейском тексте, то что имеется в виду, не очень понятно под этим самым «Сефером». То есть некий порядок разрывающий. Так, наверное, было бы правильнее переводить. Так вот, этот упорядоченное нечто, оно разрывает. Ну, возможно, поскольку там сказано «выхатавла», да, то есть на самом деле упорядоченная надпись, так можно было бы сказать, разрывает, а ничто другое не разрывает. Ну, а мудрецы, вот это самое слово «критут» для раби Йоси Аглили, оно необходимо для того, чтобы сказать, что только с помощью такой процедуры можно развестись. А мудрецы, как мы видели, выявили то, что можно развестить только с помощью документа из слов «выхатавла», им этого достаточно, и не нужно тогда «Сеферкрит». Поэтому Талмуд спрашивает, а что мудрецы, зачем им нужно вот это слово «разрыв», для чего они должны использовать каждое слово, это тоже понятно, да. Мы об этом тоже много раз говорили, что для мудрецов Талмуда текст писания, он чрезвычайно плотный, да, и каждый элемент этого текста должен что-то значить. И вот отсюда, собственно, вопрос, как используют это слово мудрецы, если для них и так уже понятное словосочетание и написал, что развод осуществляется только с помощью документа. И дальше последовало очень странное высказывание, на котором мы, собственно, остановились, да, а именно «вырабанан май авдилла мибаэлэ ледавар хакурэ дэйну левэйна». Это необходимо им для того, чтобы они толкуют «Сеферкритут», буквально в каком-то смысле, да, они говорят о том, что, да, нужно нечто, что будет действительно полным разрывом между мужчиной и женщиной. Поэтому здесь сказано «критут», то есть это полный разрыв. И дальше приводится барайта, да, потому что, ну, как бы полный разрыв, почему могли бы подумать, что не полный. Вот если человек говорит «вот тебе, гет, с условием, что не будешь пить вино». Или «Альмнат шилот элхи лебэйта вихли влам». Или «С условием, что ты не пойдешь в дом отца никогда». «Энзы критут» – это не разрыв. То есть если муж дает жене возводное письмо, но при этом ставит условия, сами условия, да, они на самом деле довольно странные, да, то есть мы в прошлый раз, как бы, подробно на этом не останавливались, можем сейчас задуматься, что это за условие такое, при условии, что не будешь пить вина. То есть если будешь пить вино, то, значит, никакого развода нет. А если не будешь пить вино, то развод. Почему? Ну, само условие немножко безумное, да, сможешь было бы сказать наоборот. Если жена пьяница, он говорит, вот, мол, дескать, если еще раз выпишешь, то развод. А здесь нет, здесь наоборот, как-то не странно, при условии, что не будешь пить вино. Если не будешь пить вино, то тогда мы разведены. А если, значит, будешь пить вино, то тогда мы не разведены. Получается, что он принуждает ее к тому, чтобы пить вино. Если она не хочет, конечно, с ним разводиться, что она должна бесконечно пить вино. Или при условии, что не пойдешь в дом своего отца. Ну, если он ее, с ней разводится, то тогда ей идти. И, конечно, идти нужно в дом своего отца, куда ей пока что, да, она вдова. У него своего дома нет. И в тех условиях экономических, естественно, что женщина не может как бы остаться одна. Она, типа, возвращается в дом отца, конечно. А он ей говорит, что ты разведена при условии, что не пойдешь в дом своего отца. Имеется в виду что? Что она просто не будет посещать своего отца, да, то есть никогда. Если она не будет посещать своего отца никогда, то тогда она разведена. А если будет посещать, то не разведена. Но, опять же, если женщина не хочет разводиться, пошла навестила. То есть сами условия, они выглядят безумными. Ну, да, тут не с предыдущим трактатом, а по поводу... Это я не совсем понял, Илья, что... Прочитай вопрос, пожалуйста, иначе людям будет... Да, я могу просто коротко сказать, чтобы мне было... Да, лучше озвучивать. В предыдущем трактате мы не раз касались того, как к воруму как формируется. Может ли раб присоединяться, может ли нееврей, может ли женщина. А, вы думаете. Это про полноту, как бы полномочий. То есть насколько это полноправные участники нашего вот этого собрания. И кажется, здесь вопрос про вино. Для меня лично он звучит тоже. Насколько она становится как бы полноправной, либо нет. То есть если ты как бы остаешься не совсем полноправной, то окей, вот тебе гет. А если ты на что-то большее претендуешь, извини, не могу тебя отпустить, потому что это нарушение неких гласных и негласных законов. Нет, не очень понятно. Не очень понятно. То есть не пить вино, это значит быть полноправным? Ну, вот кажется, что отголосок оттуда дойдет, но сформулировать до конца не могу. Нет, наоборот. Вот и как бы, наоборот, если бы она пила вина, она была бы полноправной. Потому что вино является выделенным продуктом. Ну да, да, я про это и сказал, что пить вино... А здесь наоборот. То есть я же говорю, что было бы понятно, если бы он наоборот ставил условия. То есть наоборот. Если бы он сказал, что если ты не будешь пить вино, то все нормально. А вот если выкидешь вино, то тогда, значит, мы все, я с тобой не вожусь. А здесь же наоборот, очень странно. Он говорит, вот тебе разводное письмо, если не будешь. А если будешь, то не разводимся, нормально. То есть он типа ее пытается приучить к вину. Такое впечатление. Или пытается приучить ее ходить посещать папу. То есть получается так. Хотя, казалось бы, здесь должно быть все наоборот. Ури, тут еще вопрос из перевода, не до конца понятно. Вот твой гет, если не будешь пить вина, в смысле сейчас или после гета? Я вот это не до конца понял. То есть я тебе даю право быть, даю гет, если ты после этого не будешь пить вина. Или в смысле наоборот, если сейчас ты не пьешь вино, то вот тебе гет. Действительно не очень понятная формулировка. Но поскольку дальше, сейчас мы увидим, как это понимает Алмуд, вот это слово «ле улам», то есть «никогда», которое используется в другом условии. Раша, по крайней мере, понимает так, что его нужно отнести и к вину тоже. Есть, не будешь пить вино никогда, вот тебе гет. Ну и по логике, действительно, не будешь пить вина в данный момент, это очень странно. То есть если вот сейчас ты не выпьешь вина, должно было быть сформулировано несколько иначе. Здесь написано «шелотиштия», то есть что не будешь пить вина в будущем. Но, по-видимому, имеется в виду вообще в будущем. Если не будешь в будущем вообще пить вина, то, значит, мы разводимся. Удивительная история. Или если не будешь посещать своего папу никогда в жизни, то мы разводимся. А если будешь посещать, не разводимся. Я же говорю, что здесь как бы такое, сами по себе эти условия, они в каком смысле вопиющие. Мы могли бы сказать, что это неважно, да, отвлечься от содержания этих условий и говорить о том, что речь идет просто про то, что нельзя поставить условия, если ты даешь гет. То есть гет с условием не работает. Но дальше было еще более странное высказывание, да, на котором мы, собственно, и остановились. «Коль шла шим йом, а рей зэ критут». Все 30 дней, когда это разрыв. И это место, оно крайне сложное, конечно. То есть крайне сложно понять, о чем идет речь, да. То есть, ну, мы видим, вот переводчик идет вслед за Рашей. Давайте прочитаем, как он переводит. То есть это, собственно говоря, комментарий Раши. Он говорит, однако, если муж сказал, что дает ей гет при условии, что он не будет пить вина или не пойдет в дом отца в течение всех 30 дней, то есть, по сути дела, Раши что делает? Он прибавляет это условие к словосочетанию «все 30 дней». Это разрыв. И она считается разведенной. Потому что это условие, Раша говорит, это условие ограничено. Если предыдущие условия, они, как бы говорят, о каком-то будущем невероятном, да, то есть вообще никогда, и получается, что тогда все время это условие все время висит, да. А если он ограничивает это, и говоришь 30 дней, то тогда нормально. Тогда это условие, ну, можно выполнить. И выполнение этого условия будет, собственно говоря, разводом. То есть, получается, что он ей говорит, здесь непонятно, почему всех, да, сказано. Холь шло шимьем. Все 30 дней. Какие все 30 дней? Почему все 30 дней? Почему не просто 30 дней? Это слово «все» здесь как-то не очень. Но Раша на это как бы не обращает внимания. Предположим, да, вот это один из вариантов прочтения, что речь идет о условии, которые являются условием неограниченного времени. И выполнение этого условия, оно, по сути дела, никогда не кончается. Ну, да, устремляется в бесконечность. Потому что она не пьет, не пьет, не пьет. А потом раз и выпила, да, выпила вину. Ну, и она не разведена тогда. То есть, стоит ей только, то есть, она решила, 10 лет не пьет вина. 10 лет не пьет вина, она уже разведена или нет? Он же сказал, никогда. И вдруг она раз и выпила вина через 10 лет. И получилось, что она уже не разведена. Или то же самое с посещением отца. То есть, она сказал при условии, что не будешь никогда посещать отца. Но вот она не посещает, не посещает его 10 лет. Потом раз, пошла к папе. И оп, оказалась неразведенной. Значит, она все это время была неразведена. То есть, вот это бесконечное условие, то есть, неограниченные временные рамки, условия, они не дают возможности осуществить разрыв. А если временные рамки поставлены, 30 дней, то тогда этот разрыв может совершиться. Вот 30 дней, значит, она не пила вину, разведена. Или 30 дней не ходила к отцу, все, разведено, закончили. И тогда окончательно они разведены. Это прочтение Раши. Ну и оно в каком-то смысле логично и вполне можно так, наверное, прочесть. Но сам текст можно прочесть, конечно, иначе. Это один вот как раз из таких ярких моментов того, как в дальнейшем после комментария Раши нет ни одного комментатора, который бы читал это иначе, сам этот текст. То есть, Раши, как такой классический комментатор, он определяет в каком-то смысле направление комментаторской традиции и исключает иное прочтение этого текста. А иное прочтение этого текста, в прошлый раз я его озвучил. Если он говорит ей, вот тебе гет, коль шло шимьон на 30 дней. То есть, может ли быть гет на 30 дней? С одной стороны, здесь говорится о том, что кретут, вот этот разрыв, он должен быть полным. А с другой стороны, если я оставлю, я не условия оставлю, то есть, в этом здесь нет условия, смотрите, все 30 дней. То есть, Раши прибавляет предыдущие слова, вот тебе твой гет при условии, что тра-та-та-та-та-та-та, и дальше он прибавляет 30 дней. А можно было бы сказать, вот тебе гет все 30 дней. И тогда это совершенно другой смысл. То есть, тогда у нас появляется идея или возможность полного разрыва, но временного. Полный временный разрыв. Это парадокс, да, то есть, может ли полный разрыв быть временным или нет. Я почему допускаю такого рода прочтение, потому что, например, если мы опять же вспоминаем про метафорический пласт, который как бы фоном все время присутствует, как мы видим вот в этих дискуссиях, то это очень важная идея. Идея того, что народ Израиля, он может быть разведен временно с Богом. Этот временный разрыв, он в каком-то смысле полный разрыв, но временный. На вот это время он полный. Потому что нет никаких... А если есть условия какое-то, как предыдущие, когда я противопоставляю что? Я противопоставляю не как Раши. Раши противопоставляет что? Он противопоставляет условия, неограниченные во времени, с условием ограниченного времени. Логично. А можно попробовать представить себе другую оппозицию. То есть, если есть условия, любое условие, и отсутствие такого условия. То есть, если нет никакого условия, он просто говорит, вот, заведено на определенное количество времени. То, возможно, это будет работать. Но в эту сторону не идет ни один комментатор. Это, конечно, может свидетельствовать о том, что я не прав, что так нельзя прочесть. Но если мы просто читаем текст, то такого рода вероятность всплывает. И здесь, естественно, возникает общий методологический вопрос относительно того, нужно ли идти за таким прямым прочтением Талмуда. Или нужно доверяться комментаторской традиции, которая вот в данном случае вернена в Раши. И дальше все комментаторы идут в эту сторону. Сейчас, Илья, вот ответим на вопрос с Емелью. Емель задает вопрос. Если условие, вернешь все деньги, что получила по КТУБе, будет ли это то, что деньги разводят? Ну, отдельный вопрос. Я думаю, что нет, конечно. То есть это условие. И мы видим, что условие... То есть если он так говорит, то есть ты будешь разведена. Если вернешь все деньги, что получила по КТУБе, то она может и не согласиться. То есть она тогда как бы он ее разводит и не разводит. Это условие, которое в каком-то смысле для нее является условием невыгодным. И она может его как бы не исполнить. Я поэтому обратил ваше внимание на те условия, которые здесь приводятся. Не будешь пить вина или не пойдешь в дом своего отца. То есть это тоже вроде бы условия, которые ей легче нарушить, чем выполнить. Но здесь, опять же, если предполагать вот эту самую метафорику, то что означает вот это самое «не будешь пить вина»? Не будешь пить вина... Вот я пытался это сопоставить с предыдущим трактатом. Если сопоставлять, то, наверное, нужно с другим трактатом. С трактатом Назир или, в принципе, с законами Назирута. Ведь Назир – это кто? Назир – это человек, который говорит, я не буду пить вина. То есть это человек, который принимает на себя какие-то дополнительные ограничения. Эти ограничения связаны в основном с употреблением винограда. То есть он там не стрижется еще и так далее. Но это как бы такой человек, который, с одной стороны, он решает взять на себя большую обязательность, чем Тора предписывает. Хочет быть праведнее всех. И вот это «быть праведнее всех», оно у мудрецов Талмуда квалифицируется, в общем, амбивалентно. Этот Назир, он с одной стороны, да, это, ну, в общем, человек говорит, вот, введу еще для себя ограничения. Тора ограничивает, а я, значит, еще какие-то ограничения введу, буду более праведным. Ну, молодец, более праведный, хорошо. Тем более, что, может быть, он не просто так, да, как говорит Медраж, поскольку вот этот раздел о Мазарее, он сопоставлен с разделом «Сота», то отсюда мудрецы Талмуда делают вывод, что человек, увидев, значит, вот то, как себя ведет женщина распутная и так далее, он понял, что на самом деле вино к этому всему приводит, и вот он отказывается от вина. То есть отказ от вина, он не просто так, а он является как бы самоограничением, которое человек, я слабый человек, выпью вина, вообще не могу за себя ручаться, поэтому я отказываюсь от вина. И тогда он как бы молодец, и так держать. А с другой стороны, вот это чрезмерное ограничение и его выпячивание самого себя как суперправедника, оно для мудрецов Талмуда, вот как бы, да, и так, и так. То есть здесь есть две стороны, две стороны медали. И здесь получается, что вот твой дед, да, если ты, значит, не будешь никогда пить вина. Ну, для женщины, кстати, вопросы назарейства, они ее вроде бы не касаются, но они касаются кого? Касаются народа Израиля, конечно, да, то есть народ Израиля. Получается, что если мы вспоминаем подтекст этого разговора, да, то тогда развод между Богом и народом Израиля с этим самым условием, да, он, возможно, это условие, условие какое, если ты будешь чрезмерно, да, то есть ты, собственно, сама себе, народ Израиля, сам себе будешь назначать какие-то дополнительные ограничения, что, собственно, с народом Израиля и происходит, если честно признаться, да, то вот тебе гетто, тогда мы разводимся. Это удивительное, получается, высказывание. А другое, ты не пойдешь в дом отца своего. Что значит, не пойдешь в дом отца своего? Что такое дом отца своего с точки зрения вот этой истории взаимоотношений Бога и народа Израиля? Дом отца своего – это, может быть, имеется в виду как бы нечто, что является ситуацией до принятия оторой. То есть тора – это, собственно говоря, заключение брака, да, а то, что до дарования торы – это можно считать домом отца условно. Ну и тогда тоже как-то странное условие, да, что если никогда не пойдешь в дом отца своего, то есть если вот этому состоянию, состоянию, да, или в каком-то смысле воспоминанию о том, каким был народ Израиля до дарования торы, ты никогда не вернешься, то вот тебе гетто. Это эти два условия здесь сформулированы. Но при этом говорится что? Что такого рода условия, они являются невыполнимыми. И в этом смысле невыполнимыми, что они не определяют гетто. Получается, что разрыва не получается. То есть если такого рода условия поставить, то разрыва не получится. А вот если с точки зрения Раши, да, если с точки зрения Раши ограничить, и, возможно, 30 дней, здесь не случайная история, да, 30 дней у нас используется, когда, ну, вот 30 дней, например, это некий такой продленный траур, да, 30 дней, то тогда как бы этот развод можно казаться разводом. Ну, хорошо, это я увлекся, значит, сопоставлением с тем самым метафорическим уровнем. Можно этого здесь и не делать, да. Но вот эти странные условия, они в каком смысле провоцируют такого рода? Такого рода рассуждения. Вот Марина спрашивает. Хаверим добровольно соблюдали строгие законы ритуальной чистоты, которые ограничили их жизнь. Почему к этому было другое отношение? К этому было другое отношение, потому что законы ритуальной чистоты, они не являются законами, которые Хаверим придумали. То есть, можно сказать, что после разрушения храма возник спор как раз относительно того, являются ли те законы, которые были связаны с эпохой существования храма, отмененными, или они на самом деле являются в каком смысле вечными. Но так или иначе, это не их желание в таком смысле, а их следование определенного рода установленным законом. Но на самом деле там тоже все не так просто. То есть, отношение к Хаверим, к самим себе, и вот это взаимоотношение с Ама-Арец, оно тоже непростое. Да, Илья. На основании вот этой барайты, которую только что прочли, где все следуют за Раши, вы позволили себе, ну, как вы сказали, читать иначе. В чем разница методологическая между прочтением и интерпретацией? Вроде как все согласились, есть консенсус, что вот мы это так читаем. А вы говорите, есть вариация. Я для себя пытаюсь понять вот эту разницу, о которой я сказал, между интерпретацией, ну, условно, я так вижу, и тем, что заложено в текст. То есть, если никто раньше так не читал, то как мы можем, ну, насколько мы можем себе позволить прочесть иначе? Ну, да, здесь это действительно сложно, да. То есть, я говорю о чем? Я говорю о том, что Талмуд написан, естественно, он написан лаконичным очень языком. И дальше возникает вопрос, этот вопрос возникает очень часто, да, в Талмуде. Вот я читаю, и я не понимаю, что, о чем речь. То есть, вот мы читаем. Я сейчас просто прочту. Вы можете прочесть, собственно говоря, да, без, то есть, только то, что выделено жирно. Получается так. Значит, вот тебе гет с условием, что не будешь пить вина. Или с условием, что не пойдешь в дом отца твоего. Это не разрыв. А все 30 дней – это разрыв. Вот он текст. Теперь, как мне его читать? Читать ли мне эти 30 дней, как Раша предлагает, да, как бы привязывая к тем фразам, которые были сказаны до этого? Что заставляет меня это сделать? Меня это заставляет сделать, ну, как бы логика определенная, да, потому что, в принципе, считать, что разрыв на 30 дней, возможно, это как-то, ну, парадокс, да. То есть, если мы говорим о том, что это цифер Крепту, то есть, он должен до конца развести. Он, в общем-то, если речь идет не про какую-то метафору, да, а действительно про мужа и жену, то, в общем, это довольно странная история. Муж отправляет жену на 30 дней, он с ней разводится, а потом, типа, они снова вместе. Это какая-то, да, странная история. Это не развод тогда, вообще-то говоря. И поэтому вот это прочтение, оно исключается. Оно исключается, потому что оно, ну, как бы нелогично, да. И тогда Раши и комментаторы, которые идут за ним, они говорят, что нужно подумать, каким образом это прочесть. И это, с одной стороны, интерпретация, а с другой стороны, с их точки зрения, это и есть прямое прочтение. Потому что иначе прочесть нельзя. Но то, что я пытаюсь сказать, да, что вот такого рода нюансы текста, да, которые кажутся, ну, невероятными, и которые, собственно говоря, комментаторы, надо иметь в виду, да, что комментаторы, мы имеем в виду комментаторов уже там 11 век, 12 век и так далее, это совершенно иной тип культуры. Это не тип культуры, которую мы видим в эпоху Мишны и Талмуда, а другой тип культуры гораздо более рационалистичный. И, собственно говоря, этими более рационалистичными глазами и глазами, которые в каком-то смысле в большей степени связаны с практической законодательной деятельностью, они не читают этот текст. У меня есть предположение, но это гипотеза предположения, я каждый раз его озвучиваю. У меня есть предположение, что мудрецы Талмуда, говоря о практических, но я сейчас все время эту линию провожу, да, то есть говоря о каких-то практических вещах, они имели в виду и что-то другое. Если они имели в виду что-то другое, то вот эта парадоксальность этого прочтения, она перестает быть парадоксальной, ну, то есть она остается парадоксом, но она остается парадоксом в каком-то смысле специальным. Опять же, в данном случае я совершенно не могу, у меня нет, как бы, нечем подтвердить, да, на данном, по крайней мере, уровне, на данном этапе, нечем подтвердить то, что такое прочтение вообще возможно. То есть я его пытаюсь обосновать только метафорическим уровнем. Да, кто сказал, что здесь есть метафорический уровень, может, как раз здесь его нет. Кто сказал, что метафорический уровень должен сопровождать все рассуждения, может, он есть в каких-то элементах, да, а в каких-то элементах, может быть, его и нет. Это тоже как бы гипотеза возможности интерпретации на метафорическом уровне каждого фрагмента. Возможно, что она не годится. Но так или иначе, здесь вот этот момент присутствует, да, вот эти все для Раши и его последователей сложно здесь в чем? Вот в этом слове, как раз в очень маленьком слове, «Коль», «все 30 дней». То есть все 30 дней. Какие все 30 дней? А если мы говорим о метафорическом уровне, то это слово «Коль» понятно, да, то есть если у нас 30 дней, это, собственно говоря, некий определенного рода промежуток, да, то есть промежуток, который сопоставим с трауром по умершему, который длится, да, близкий родственник, есть 30 дней, после которого как бы этот траур заканчивается. Окончательно есть 7 дней траура, более жесткого есть 30 дней траура, как бы менее жесткого. И вот эти все 30 дней, если и 30 дней, иметь в виду не буквально дни, а вот некий такого рода период, тогда получается, что как бы, да, Бог говорит народу Израиля, вот весь этот период, траурный период, период диаспоры, изгнания и так далее, который называется 30 дней, мы в разрыве. И это разрыв, это разрыв, но полный разрыв, но в то же время, временный разрыв. Такое у меня, можно сказать, фантазия, предложение, таким образом прочитать. И такого рода прочтение, оно дает мне возможность читать то, что написано, не добавляя, не добавляя, как делает Раши, к этой фразе то, что было сказано в предыдущих фразах. Потому что это, его прочтение, оно предполагает, что эллипсис, эллипсис – это усеченное высказание, которое на самом деле не полностью высказано. Ну и оно тоже вполне как бы логично и интересно с этим временным условием. Время ограничено в условии или время неограничено в условии. Ну хорошо, дальше на самом деле тоже есть сложность определенная, Талмут возвращается к Раби Йоси Аглили. Раби Йоси Аглили. Микарет критут канавкалей. Из карет и критут это выводит. А что он выводит? Непонятно. Ну и что это значит, карет критут? Ну, вот комментарий Раши, опять же, у вас таким нежестным шрифтом. Первого слова, карет, нет в Торе, но она могла бы написать письмо, разрывая цифер карет вместо цифер критут. слово и тут длиннее, чем слово карет. И отсюда Раби Йоси делает вывод, что разрыв между супругами должен быть полным и безусловным. Здесь два момента. То есть, во-первых, когда здесь говорится, что Раби Йоси Аглили выводит это. Он что выводит? Ну, с точки зрения Раши вопрос, что выводит из, то есть, как получает Раби Йоси Аглили положение о полноте разрыва. Но такого рода предположение тоже не совсем обязательно. Ведь у нас до этого было сказано, что Раби Йоси Аглили он использует выкатавла для какого-то отдельного толкования, про которое мы не знаем, и выводит, собственно говоря, закон о том, что разрыв между супругами должен быть письменным, то есть, там документ, а не деньги, из словосочетания сэфер-критуд. Теперь, когда Талмуд возвращается и говорит, что Раби Йоси Аглили из чего выводит, то я мог бы, на самом деле, сказать здесь и то, что Раби Йоси Аглили выводит то, что с помощью денег нельзя совершить развод. может быть, он выводит это из вот этих самых сопоставлений карет-критуд. Сама по себе сопоставление карет-критуд, оно довольно странное. Почему? Потому что действительно, слово карет не написано. И в чем же тогда, собственно говоря, так сказать, идея Раби Йоси Аглили? То есть, если было написано, я говорю о том, что это странно, потому что это нестандартно. То есть, стандартная процедура выведения, ремидраширования, она уточнение как бы слов. Здесь написано так, а не так. Написано эдак, а не эдак. Ну, это обычно формулируется нечто, ну, как бы иначе. А здесь это формулируется так, что он выводит это из двух. Из карет-критуд. И обычно, когда так говорится, то у меня где-то написано карет, а где-то написано критуд. А здесь получается, что он говорит, что написано не карет, а критуд. И из этого выводит. Так комментирует Раши. Но сама формула, она звучит опять же иначе. То есть, такое впечатление, что он выводит из карет-критуд. А где этот карет? И еще этот карет. Карет у нас во многих местах упоминается, конечно. Но опять же, да, можно действительно, Раши мастер чего? Мастер того, чтобы с вот этими сложностями, сложностями языка Талмуда, его лаконичности и непонятности иногда справляться очень тонко, быстро. мастерства. И то есть, у нас здесь на русском довольно длинный пассаж, а на еврите он выглядит очень коротеньким. То есть, Раши с помощью этой коротенькой вставки, он решает эту проблему. решает опять же ее вполне логично. То есть, теперь как бы Талмуд задает вопрос. Хорошо, Раби Йоси Аглили там, мы про него говорили, спросили, для чего нужно слово кретут мудрецам. Мудрецам слово кретут нужно для того, чтобы указать на окончательный разрыв, как бы мы его не понимали. То есть, безусловный разрыв. А Раби Йоси Аглили откуда выводит это, если у него занято слово кретут для чего-то другого? Он выводит это из того, что написано кретут, а не карет. Так Раши решил эту задачу. Но я просто попытался показать, что это решение. То есть, здесь сам текст сопротивляется и он не очень понятный. Раши его делает понятным. У меня здесь нет какого-то астронативного прочтения с этим микарет кретут. но намек, который можно было бы здесь увидеть, это что? Это собственно говоря само слово карет. Слово карет, как я уже сказал, означает, что карет это отсечение души. Отсечение души, оно по сути дела говорит о том, что человек как бы отсечение души, как правило, говорится об отсечении души, от народа. Хотя мы понимаем обычно карет, то есть отсутствие доли в будущем мире и так далее, но в самом писании слово карет, оно, как правило, связано, что он будет отсечен от народа. То есть человек, который совершает определенного рода преступления. и можно было бы здесь положить, что рабиоси Аглили говорит о том, что карет и кретут это разные вещи, ведь на самом деле разрыв с Богом народа Израиля означает, что народ Израиля отсечен, то есть он перестает быть народом Израиля, если Бог с ним развелся, если это карет. А вот если это каретут, то возможно нет. То есть сэфер каретут это не карет. Ну вот такое как бы прочтение можно было бы вложить в эту фразу. Естественно, что Раша не идет по этому пути, но и вся комментаторская традиция не идет по этому пути. То, что я говорю о метафорическом уровне средневековый комментаторской традиции о нем не говорит. Видят ли средневековые комментаторы этот уровень или нет, это отдельный вопрос. Иногда есть ощущение, что да, иногда есть ощущение, что нет. Сам Талмуд видит ли это несколько раз попытаюсь показать, что да. То есть Талмуд считает Мишну и Мишна очевидным образом имеет метафорический подтекст. Мы, по-моему, с вами на одном из занятий разбирали как раз первую главу трактата Кедушин. Может быть, мы, когда дочитаем Талмуд, вернемся к этому и увидим, как устроена Мишна и как ее комментирует Талмуд. Талмуд явно видит. Но является ли весь комментарий Талмуда соответствующим этому уровню, для меня это тоже вопрос. Ну, двинемся дальше. Ну, а мудрецы что? А мудрецы что? А мудрецы что насчет вот этого корет-кретут это для них это не имеет значения. То есть они считают, что здесь нет дополнительного смысла. Но дополнительный смысл и не мог возникнуть, потому что написано кретут, корет же не написано, а написано кретут, что у нее дополнительный смысл. Но различие, так можно было бы сказать, между корет и кретут для мудрецов Талмуда не имеет значения. Ну, хорошо, и теперь Талмуд возвращается к вот этим трем нашим способам, с помощью которого женщина приобретается. Что это за способы? Деньги, коловой акт и документ и задает следующий вопрос. То есть у нас были попытки, как мы видели, сейчас о субе, о котором мы закончили, сейчас была попытка вывести, ну, минимизировать как бы так, то есть сказать, что на самом деле есть два способа, например, а третий можно вывести. Например, сейчас мы пытались, тому пытался вывести то, что документ это нечто более слабое, чем деньги, и поэтому, собственно говоря, про документ можно не говорить, ясно, что он выводится, или наоборот, более сильное, чем деньги, тем более, значит, можно приобрести с помощью женщины, с помощью документа. Но, как мы видели, это было отвергнуто, после длинных вот этих рассуждений, заодно мы услышали разные толкования относительно того, чего вроде бы и не должны были слышать, то есть мы вроде бы должны были слушать про кедушин, то есть про женитьбу, а услышали про развод. Очень много разной информации, да, потому что оказалось, что развод осуществляется с помощью документа, поэтому вроде бы случайно вещь зашла и про развод тоже, а теперь Талмуд пытается сделать следующий ход. Говорит, что может быть нельзя вывести, например, из денег документ или из полного акта там что-то, но может быть достаточно двух, то есть двух этих способов можно вывести третий. Ну, видите, здесь пространный комментарий, Гемара возвращается к теме трех способов, которым осуществляется Кедушин, и учили бы Райту о том, что любой из способов выводится из другого по принципу тем более, но такой вывод можно опровергнуть, действительно, переводчик воспроизводит то, что было, поэтому каждый способ приходится выводить из соответствующих стихов Торы, действительно, для каждого способа есть отдельные стихи, а теперь Гемара пытается выяснить, нельзя ли любой из них вывести через два других, например, есть деньги и половой акт, из них, может быть, можно вывести документы и так далее, действительно, это именно то, что сейчас и происходит в Тауму. Тауму говорит, так, хада ми хада лоача, один из одного вывести нельзя. Титы хада метарты, а давайте попробуем вывести что-то одно из двоих. гай-тити. Ну и как? Как же? Как будем выводить? Ло лихтав рахамана бештар в тити миганах. Мали ганах шекен гана а там мируда. Ну, например, можно было бы сказать, что если бы Писание не говорило о документе, тогда можно было бы вывести это из двух других. Из близости и денег. То есть можно было бы сказать, коль скоро деньги и близость осуществляют хедушин, то, может быть, и документ тоже должен осуществлять. Почему, правда, не говорится? То есть как можно вывести из денег и близости, как можно вывести документ. Что документ? Документ лучше, документ хуже, документ проще, непонятно. Но, собственно говоря, Талмут об этом и не рассуждает. Он говорит, если мы возьмем два, то, может быть, тогда удастся получить третий. И говорит так, говорит так, говорит, невозможно вывести, почему. по сути дела этим рассуждением Талмут пытается прояснить особенность каждого из этих способов. То есть его уникальность и то, что в нем, собственно говоря, является действующим, так можно было бы сказать. если мы говорим про близость и про деньги, говорит Талмут, то они содержат в себе довольно большое удовольствие. А документ не содержит в себе никакого удовольствия. И получается, что в этом его отличие. то есть под видом попытки вывести, ну, по крайней мере, так ставится вопрос, давайте типа выведем. На самом деле речь Талмут, что делает? Талмут как бы специфицирует каждый из этих способов. когда нам сейчас сказали, что деньги и половая акция, они содержат в себе довольно большое удовольствие, а документ нет, то тем самым нам говорят, что на самом деле не это удовольствие является тем, что осуществляет, что функционирует в качестве кедуши. Ну, другой вариант. Писание не писало про деньги, мы бы вывели деньги из полового акта и документа. На это Талмут говорит так. Нет, вот эти два, то есть половая близость и документ, они содержат в себе нечто, что может осуществляться насильно, а деньги как бы нет. Что это значит? Давайте прочитаем переводчика, он как бы воспроизводит рашу, да, и деньги можно использовать нет, это здесь. Нет, здесь почему-то сейчас. Может быть, я просто перескочу. Да, это я перескочил просто одну трассу. Но никто фрахамана бы явит эти меганах, мали ганах, кенкин ян ми рубай. Давайте теперь, я опередил наши события, перепрыгнул строчку. Предположим, что Тора бы не написала про половой акт. Можно было бы вывести из документа и способа приобретения с помощью документа и денег и способ полового ата. Как вывести, я не знаю. На самом деле, непонятно, как вывести. Это в каком-то смысле теоретическое положение, как я уже сказал, потому что на самом деле теперь определяется специфика каждого из способов, а точнее обнаруживается то, что является главным во всех этих трех вещах, кто их объединяет, с одной стороны, что осуществляет те души. Так вот, про половой акт, почему половой акт нельзя вывести из денег и документа, потому что ими можно много чего приобрести. Есть приобретения, которые можно, на деньги можно много купить, и документ, собственно говоря, тоже, который может являться купчий, договор и так далее, тоже можно много купить. А половым актом много не купишь. Кроме женщины приобрести ничего нельзя. И поэтому получается, что половой акт стоит особняком. А третий, это тот, который я прочитал, перепрыгнув строчку, это когда говорится, что ну хорошо, пусть не пишет писание про деньги, и мы попробуем вывести это из двух других. Но эти два других, нам говорят, в них есть нечто, что может осуществиться насильно. Что значит осуществиться насильно? то есть без согласия женщины. А именно половой акт может осуществиться без согласия женщины. И документ тоже может действовать без согласия женщины. Когда он может действовать без согласия женщины? Ну он действует без согласия женщины тогда, когда муж разводит ее. Там тоже есть документ. Снова мы возвращаемся к теме И он может вручить этот документ без ее согласия. Насчет согласия или несогласия женщины по поводу полового акта, здесь вы видите, что Раша говорит, что имеется в виду не просто то, что можно изнасиловать женщину, а имеется в виду ситуация женщины, которая ожидает либератного брака, вот эта самая Ивама, и ее согласие не требуется. То есть нет необходимости в согласии этой Ивамы для близости. То есть брат умершего мужа ее может как бы без ее согласия ее овладеть. Она может сопротивляться в каком-то смысле, то есть не только сопротивляться, она просто является уже женой, уже женой в каком-то смысле этого рода, этой семьи. И поэтому этот самый брат, он заменяет своего умершего брата, становится как бы на его место, и поэтому у женщины нет оснований для того, чтобы сказать, нет, нет, погодите, я этого не хочу. Там проблема другая, проблема с самим этим человеком, который может отказаться, как мы помним, она должна в этом случае снять с него ботинок, сказать, какой позор, он отказывается восстановить семя своему умершему брату. Значит, давайте обратим теперь внимание на то, что, собственно говоря, Алмуд исключил, говоря о вот этих самых приобретениях. Получается, что большое удовольствие, которое доставляет, мог доставить деньги и половой акт, не имеет отношения к документу. Способность, покупная способность, покупная способность денег и документа, это то, чего нет у полового акта. Половой акт не обладает этой самой покупной способностью. И, как это ни странно, наличие возможности осуществить это без согласия, это то, чего нет в деньгах. Оно есть в документе и половой акте. Теперь, естественно, возникает вопрос, вот эти свойства, которые как бы двум из способов присущи, а третьему не присущи, они являются важными для осуществления кедушин или, наоборот, они являются неважными для осуществления кедушин? На этот вопрос как бы прямого ответа нет. То есть это важно или это неважно? Важно то, что можно и так, и так, или важно то, что мы исключили, мы исключили как бы те свойства, которые не являются общими для всех трех способов. Пойдем сначала по пути исключений. Тогда получается, что ни насилие, ни возможность осуществить насилие, ни покупная способность и ни удовольствие не являются тем, что присуще, собственно говоря, вот этому приобретению женщин. Ну, хорошо, мы, естественно, тогда должны спросить, а что же тогда, если вот эти все качества нет, а что да? Вета на это нет. Теперь второй вариант. Второй вариант сказать, что на самом деле подчеркиваются как раз те вещи, которые как бы важны как раз для приобретения женщин. Да, то есть и поэтому, собственно говоря, есть один способ, есть другой способ. То есть не все три обладают этими свойствами, но тем не менее эти свойства важны. И тогда эти свойства какие? Ну, снова, да, то есть это удовольствие, это покупная способность, и это насильная способность или возможность, да, возможность осуществить это вне согласия, вне согласия женщины. Почему я говорю о том, что можно и так, и так, да? То есть, например, если мы говорим об исключении, то мы остаемся в таком смысле ни с чем, потому что мы не очень понимаем, а что же тогда, что же общего, да? Найдите общее между этими тремя вещами, что присуще им всем трем. А если я говорю, что это как раз те качества, которые, или те свойства, да, которые Талмуд хочет проявить, то это, да, играет определенную роль, и опять же, на уровне метафорическом вполне дает нам определенного рода картину, да? То есть, мы помним, что народ Израиля с точки зрения некоторых талмудических фрагментов принимает Тору, ну, насильно, Бааль-Курха, да, Бог поднимает гору, говорит, принимаете Тору, или что, или я опускаю гору. Это знаменитый фрагмент из трактата Шаббат. Удовольствие, возможно, тоже играет определенную роль, покупная способность, да, тоже играет определенную роль, потому что, в принципе, речь идет про киньян, да, вот это слово киньян, приобретение, оно здесь очень важно для всей первой половины, первой главы трактата Кедушин, но и есть, опять же, драшистская традиция, которая говорит о приобретениях Бога, да, то есть Бога есть разного рода приобретения, их несколько, одно из этих приобретений – это народ Израиля. И получается, что этих приобретений у него достаточно много, да, то есть если по покупной способности иметь в виду способность к приобретению. Поэтому вот этот вариант того, что проявление этих свойств, оно является, на самом деле, не исключающим, а скорее проявляющим, вот эта линия оказывается более удовлетворительной, скажем так, да, потому что если это исключающие, то я же говорю, что тогда нам нужно думать о том, что же их объединяет. Ну и кроме всего прочего, если бы мы нашли что-то, что их все три объединяет, тогда можно было бы сказать, что можно вывести одно из другого. То есть они тогда не являются различными, а являются чем-то единым. Я мог бы сказать, что не это, не это важно, не это важно, а важно вот это. Но если это всем трем способам присуще, то, может быть, можно было бы тогда на основе этого свойства вывести одно из другого. Ну, тем самым, да, получилось, что перевес варианта прочтения с проявлением этих свойств, он как бы имеется, да, то есть он выше, чем другой вариант. Ну, хорошо, значит, теперь заканчивается это рассуждение следующим образом. Ну, может быть, ты скажешь, что деньги тоже, в принципе, действуют без согласия. Когда? Например, про рабыню еврейку. Что значит про рабыню еврейку? Про рабыню еврейку имеется в виду, что отец может продать свою дочь. Помните, у нас эта тема уже была. Он может ее отдать как бы в рабыне без ее согласия. Ну, то есть насильно в каком смысле. А это, собственно говоря, денежный акт. И тогда получается, что деньги тоже обладают вот этим свойством, да, свойством насилия определенного. Ну, и на это ответ бэйшут мига луашкаха. Ответ странный, что все в том, что касается брака, мы этого не находим. То есть здесь же речь идет про, и это называется ишут, да, ишут – это слово абстрактное, да, которое означает, собственно говоря, семейную жизнь, да, слово иши, иша, ишут. Маймонида, например. Все эти законы так и называются. Агилхот ишут, я имею в виду Мишне Тора. Ну, и ответ такой, что в том, что касается вот этих отношений, здесь деньги не играют такой роли. То есть не играют роли несогласного действия, которое не подразумевает согласие одной из сторон. Мы могли бы возразить здесь, правда же, потому что мы помним, что вот эта девушка, которую отдают в рабыню, она же на самом деле потом может стать женой либо господина, либо сына, и, возможно, что, собственно говоря, и отдает отец ее в рабыне в каком-то смысле с этим прицелом, да, не потому что у него не хватает денег, или не только потому, что у него не хватает денег, а потому что он в том числе заботится в каком смысле о ее, так сказать, будущих, будущей семейной жизни. Но ответа на это нет, да, Талмуд в эту сторону не идет. Вот. И как бы оставляет нас здесь вот с этим моментом отдельно. Интересно то, что в остальных случаях у нас не было приведено никаких дополнительных соображений про деньги. Было приведено дополнительное соображение, и оно отвергнуто. Дальше у нас следующая судья. Я думаю, что мы сегодня уже не будем ее начинать. Это судья, которая пытается еще один способ, четвертый, ввести или сопоставить с теми тремя, которые перечисляются в Мишне. Кто это за способ? Это хупа. Она у нас уже появлялась, да, упоминание хупы уже было. И дальше судья, которую мы уже в следующий раз прочитаем, она касается рассуждения относительно того, почему хупа не является одним из способов, четвертым. Может быть, является. Некоторые говорят, что да, является. И если она является, то она должна выводиться тогда, наверное, из этих трех. То есть каждый из этих способов мы не смогли вывести условно из двух остальных. А вот хупу, может быть, можно вывести из всех трех предложенных. Ну и чем отличается, собственно говоря, хупа от всего остального, мы тоже в следующий раз увидим. Так что, если у вас есть вопросы по прочитанному, давайте. У нас еще есть какое-то время, но начинать, наверное, нет смысла. Следующую судью. Народ, вопросы. Нет вопросов. Нет, вот если можно, маленький вопрос. Можно большой, можно маленький вопрос. Ты можешь отбить просто в одну фразу. Вот ты упомянул, Гавка, то, что у меня как раз крутилось в голове. Вот это вот параллель между как бы неоднократно повторяющимся метафорой отношения между Всевышним и народом Израиля, да, и как бы кедушин, жених, невеста и так дальше. Вот если бы гадольт, так сказать, да, по большому счету, вот эта вот тема, она как бы одноразовая, либо она является какой-то, ну, я не знаю, не определяющей темой ни в тракте кедушин, она повторяется, это действительно как-то, или это какая-то одноразовая вещь? Нет, нет, это не одноразовая, это основной мотив. А, да? В тракте кедушин, ну, и вообще в талмудической литературе, это как бы устойчивый мотив, он связан с чем? Он связан с тем, что я когда-то на наших первых занятиях я говорил о символизме, да, помимо того, что мудрецы Талмуда решили осуществить, так сказать, освобождение и выведение человека из всех земных, так сказать, детерминантов, они, кроме всего прочего, это другой немножко взгляд, они пытались придать каждому действию определенного рода символический характер. Любому, да, то есть, опять же, то, что отличает талмудическую литературу от библейского корпуса, да, то есть там тоже есть какие-то символы, то есть все пятое-десятое, но нет тотальности, а у мудрецов Талмуда это тотально, то есть любое действие мое, оно должно быть насыщено определенным символическим смыслом. И женитьба, она, безусловно, является, то есть свадьба, да, то есть бракосочетание мужа с женой, это репрезентация брака небес и народа Израиля, бога и народа Израиля. Это абсолютно точно, да, то есть с этим даже никто в талмудической литературе не спорит. Но мы увидим, что талмуд расширяет это, да, то есть есть и другие я покупаю козу, или я приобретаю раба, так и так далее. То есть окажется, что и эти действия, они также являются насыщенными вот определенного рода символикой. Поэтому это совсем не разовое, это для трактатки души, но это как раз основной такой мотив. То, что мы пытаемся сделать, вот то, что является неочевидным, это насколько все детали прорабатываемые, да, они являются символически нагруженными, потому что, может быть, не все. Невозможно напитать таким образом, чтобы у тебя вообще каждый элемент, но мне кажется, что, по крайней мере, стремление к этому, да, тенденция к этому, она есть. А скажем, вот такая детализация, если мы берем ши-оши-рим, да, но вот как бы часто проводится параллель, да, возлюбленные все. Таким, там все время, насколько я понимаю, подчеркивается, что это вещи нельзя понимать буквально, что эти мечи очень возвышены. То, что мы сейчас изучали, да, все вещи неконкретные, я уж не говорю там, бия вообще, еще что-то. Это вещи конкретные просто, которые... Алютно. ...человеческими существами, разнополыми, ходящих на двух ногах. Понимаешь? Вот даже не группа Рамбама, там, если гуф, нет гуф, ну тут вообще как бы уже куда дальше. Это как раз очень отличается от Рамбама. У Рамбама и вообще у средневековых авторов это совершенно не так. Вот этот тотальный символизм, он как раз в средневековой литературе, он постепенно пропадает. У Рамбама это уже не так. То есть символика, она касается совершенно конкретных вещей. Она не касается вообще всего того, что я делаю. У Рамбама нет символики в том, что я пошел в туалет пока. А у Мудрецов Талмуда и... Ну хорошо, мы на этом заканчиваем. Можно еще раз мне можете сказать, почему вот этот ГЭТ, да, он имеет более... Стоит выше, чем половой акт и выкуп деньгами. То есть это... Не стоит выше, нет. Не стоит. Ну было же сказано, что... ГЭТ это развод, а половой акт, деньги, документы, это кедушин. Не герушин, а кедушин. Ну было же сказано, что вот этот документ, который можешь получить, он... То есть ты получаешь больше удовольствия от него, чем от вот этих двух вещей. Нет, про документ сказано, что в нем нет удовольствия. Имеется в виду документ не ГЭТ, а документ, с помощью которого осуществляется кедушин. В нем нет удовольствия. А деньги и половой акт, какое-то удовольствие есть. Ну я так поняла, что вот этот документ, он стоит выше, чем вот это удовольствие. Нет, он не стоит выше. Как раз все, все, про все три, да, вы каждую разобрали. Пара имеет такие свойства, а третий не имеет определенного свойства. Они все равны. Хорошо, спасибо. Да, а можно тоже маленький вопрос задать? Вот вы говорите про такой символизм, метафорику, а вот можете еще об этом порассуждать? Что это за вино? Что это за дом отца? Что, может быть, конкретно какие-то события? Ну это я пытался как раз сказать про это. Что такое вино и дом отца, да. То есть вино и дом отца, как я попытался это прочесть, не уверен в этом прочтении. Вино, то есть не пить вино, это некое назарейство, да. То есть взятие на себя неких обязательств, которые на самом деле не предписаны. Быть праведнее, чем самое праведное. А дом отца – это возвращение к состоянию или обращение к состоянию до дарования Туры. То есть не нужно назарейство, потому что оно мешает быть с отцом, получается, или вот? Нет, это два разных условия. Одно условие – если не будешь пить вина, то есть если будешь праведнее всех святых, самого Бога, то придется разводиться. Или если не будешь обращаться к тому, не будешь помнить условно, да, то свое состояние, которое было до дарования Туры, то тоже придется разводиться. Но то, что говорит Талмуд – это не развод. То есть Талмуд говорит, что с такими условиями развода не получится. Но сама идея, да, она как бы такая. То есть можно было бы предположить, да, чтобы он говорит, ребята, если вы будете вот перестараетесь с этим, ну, то, что я сказал, да, что мастерская культура так и поступила, постаралась сильно, на то придется разводиться. Но правда, Талмуд говорит, это не развод. Если это не касается ограниченного условия. Или если вы не будете помнить о том, кто вы такие были до дарования Торы, то тоже придется разводиться. Это удивительно, почему? Потому что наоборот, можно было бы сказать, что Бог требует, все, забудьте, да, про свое глупако. Или наоборот, будьте праведнее любого праведного. Давайте, наворачивайте, еще, 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 еще. Но нет, здесь звучит некая противоположная идея, правда. Да, она как бы такая, что так просто с народами не разведешься. А вот практически, вот до того, как вы начали говорить про то, что вот, значит, про назарейство, значит, до, период до дарования Торы, в чисто, мне почему-то, как только услышал про вот это, что надо пить вино жене и, значит, уходить в дом отца, значит, про вино, мне сразу представилось, что, когда жена не дает пить мужу, точнее, когда она сама не пьет, она как-то и на мужа после смотрит, если он пьет. Поэтому лучше бы и жена... Ну, это уже российские, да, российские. Возможно. Да, действительно, хасит, 100%. Да, да, да. Очень хороший комментарий, мне очень понравилось. Ну, хорошо, да. Да, спасибо. Счастливо, да, до следующего. Ну, хорошо, всем счастливо, пока. Вроде все праздники кончились, пока. До свидания. До свидания. Всем счастливо, пока.